Что ж, друзья дорогие, вот, если считать, как на войне, день за три, то 90 дней мы с лишним не виделись, вот, соскучился еще раз, честно говоря, очень рад вас видеть живых-здоровых, надеюсь, все отдохнули за лето, оно может быть не такое урожайное, как ожидали, но, по крайней мере, были теплые, хорошие дни, осень подкачала немного, но неважно, главное, какое настроение, вот, сегодня для меня замечательный день, потому что, ну, я вас вижу, всегда праздник, всегда, тут как семья большая, а гнездо глухаря, вот тут у меня написано, это мой дом, значит, вот на этой, не верите, вон там, дом, милый дом, да, вот, а еще здесь двойной праздник, кроме отсутствия, я здесь встретил человека, которого 32 года не видел, я потом о нем расскажу, замечательно, это вот то самое, о чем я все песни-то и пел, за что меня некоторые летчики упрекали, а что ты все пишешь про восьмые до двадцать четверки, а что про мне шестые не напишешь, ну, так не написал, и все песни про вертолетчиков, они, много было, почему, понятно, почему я говорил, без вертушек, как без воды, ни туда, ни сюда, ни воевать, ни жить нельзя, и даже спаси слущего тоже нельзя, а вот файзабадской нашей героической эскадрильи, вот, о которой, вот, Коля знает, уже мы же живы, может быть, потому, что у нас были такие друзья, и 30 бойцов все наши, это им обязаны жизнью, я долгое время не знал, очень много умерло, погибло ребята и на войне, и без войны, и в Афганистане, и эскадрильи, и из полка, из вертолетчиков, и поэтому праздник и раз для того, что Капитонович здесь сидит, Капитонович, Саша, вот он, сидит и скромно улыбается, человек с тремя орденами, красной звезды и два красного знамени, да? Два красной звезды и красного знамени? Два, ну, это не каждый маршал авиации такие имеет, а нынешних тем более. Рассказывать о нем и в Афганистане эскадрилье нужно очень долго, просто скажу, это люди, которые не только ради нас, они ни для кого себя не щадили ради спасения, сколько они спасли и вывезли, и десантников, и пехоты, не сказать. Некоторые погибли, вывозя десантуру, Шамсиев, Женя, и многие другие, в общем, воевали не за страх, а за совесть, что называется. Но я рассказывать не буду, поэтому я немножко с вашего разрешения, конечно, переделал немножко программу сегодняшнего выступления. Я-то мечтал, видите, оделся цивильно, думаю, ну, про любовь надо петь уже, наконец-то, ну, черт бы, это война, сейчас Сирия опять, ну, что теперь? Уже кто-то про Сирию чего-то пишет, ну, и пришлось переделать. Так что, извините, будет там чистая лирика, в конце концов, и не только моя, а уже знакомому Сергея Гордеева. Три месяца спасибо вам ему мне подарили, потому что я те три месяца занимался, мы все занимались, вот вся наша четверка такая подпольная занималась именно тем, чтобы не забыли Серега Гордеева. Я представлю потом, как обещал, значит, некоторые песни Гордеева, речь идет о том, чтобы его создать, чтобы помнили, короче говоря, среди той чепухи, которой сейчас выдается за авторскую песню военную, вот, к сожалению, его нет. Потому что среди чепухи не может быть такого уровня человек, поэт и исполнитель песен, как Сергей Гордеев. Но я подробнее, значит, а сейчас я вот, если уж про войну начинать, то я так подумал с этой песней. Ну, связана война с песней, ну, по крайней мере, с моим творчеством, как никуда не деться на всю жизнь это. Поэтому вот такие, кто песню пули слышал хоть бы раз, поймет, спросите каждого из нас, Что в мире нет прекрасней напела, когда она сторонкой пролетела, свою ты не услышишь никогда. Бесшумно, как падучая звезда, с внезапным ощущением тревоги, она тебя отыщет среди многих. А потому под пулями не гнись, не сохранишь таким маневром жизнь, а надо просто двигаться вперед, сомкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. А гитара отключена, что ли? А гитара отключена, что ли? Бреет песнями земля, от ручья до соловья. Композиторы в идеях утонули, но однажды вышло, друг, нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Мы узнали, старина, как умеет петь война в Камдагаре, в Бадахшане и в Кабуле. Под аккорд 5.45 смерть выходит исполнять песню пули, песню пули. Рикошеты от земли пули прыгают в пыли, вон фонтанчики к кому-то потянулись. Не долет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню пули, песню пули. Не долет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню пули, песню пули. Было дело, бой кремел, каждый честен был и смел. Мы не дрогнули и вспять не повернули, ни за деньги, ни за страх. Вот и слышим мы во снах песню пули, песню пули. Не за деньги, не за страх, вот и слышим мы во снах песню пули, песню пули. Придет песнями земля, от ручья до соловья, композиторы, но те в идеях утонули. Но однажды вышло, друг, нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Но однажды вышло, друг, нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Эта песня, первая, я услышал в эскадриле нашей Файзабадской. Не помню, кто ее исполнял, знаю, по-моему, Леша. Капитоныч, может, помнит. Потом недавно совсем помощники выяснили, что песня была, стихи были написаны Феликсом Чуевым. Я знал его, умер он несколько лет назад. Поэт замечательный, сам в прошлом, военный, но услышал я у вертолетчиков. Песня замечательная, я ее спою сейчас. Поскольку Феликс Чуев был поэтом, то мотив, а я не запомнил за столько лет, ну вот такое. И это, конечно, песня про вертолетчиков. Хорошая песня, послушайте, пожалуйста. Феликс Четыре человека выпивали, забыв про жен, забыв про все дела. Они не выпивали, а летали. И комната кабиною была, и командир над столиком склонившись, И малевую звездочку в вино. А после он отдаст ее, сынишки. И ведь летчики не носят орденов. У летчиков все звания равны, На летном поле мало козыряют, А в воздухе погоны не нужны. У летчиков и маршалы летают, А я люблю их, добрых и отчаянных, Когда они гуляют, как никто. Не потому, что много получают, А потому, что завтра от винтов. И если разобьется слово нужно, Друзья исполнят непосильный труд. Те звездочки на бархатных подушках По улицам застывшим понесут, А у летчиков все звания равны, На летном поле мало. А в воздухе погоны не нужны. У летчиков и маршалы летают, И не венков заплаканную зелью. А вижу я, как спрыгнув с корабля, Они идут, отталкиваясь землю. Поэтому и вертится земля. А у летчиков все звания равны, На летном поле мало козыряю, А в воздухе погоны не нужны. У летчиков и маршалы летают, Четыре человека выпивали. Все в порядке, наверное. Все вроде. Ну вот, ваши аплодисменты, песня вертолетчикам. Все летчики героические ребята, Но у нас в Бадахшане, Ну действительно, в транспорте единственный вертолет. И когда командир полка 860-го отказался подписать Взаимопомощь, план, который мы сделали, На случай вилла стояла на окраине города, Закидать над гранатами, это очень просто было, Афганского, до полка 10 километров, И он отказался. Он сказал ночью, с 8 до 5 утра мы не поедем. А вот вертолетчики погибшей, Камэско Виталько Балабанов, майор, И его, вон Саша был свидетель разговор. Я пришел, ну куда, когда они план подписывать. Ну только вертолетчики, больше кого нет. Тогда Виталько, еще трезвые там были все, по-моему. Она говорит, ерунда, сейчас мы в Нурсове вычистим, До города трасса. А как же советники? Извините, но они выберутся сами там. А мы каскад спасаем. Вот лучше, друзья, каскад, это Бадахшанская. Поэтому спою еще одну песню. Потери были большие, друзей. Вот Мин-24, командир Зинатолик Орлюк, погиб уже в Германии со всем экипажем. Смерть такая. Он прошел огневоды там в Афганистане. Летать в горах. Тяжело 24-кам летать в горах. Там же горы и высоко. Восьмерки летали. Ну они вообще, как бы, основные работники вертолетной авиации. Боевые, они же и транспортные, и вот на все гораздо оттуда. Короче, по непонятной причине, по неизвестным, а он вместе с самолетом, упали вместе с экипажем, с вертолетом, упали в одно глубокое озеро. И немцы хотели их спасти, но по берегу бегал особист с пистолетом, стрелял в воздух, и немцев не пускал. Утонули ребята. Там. Были и потери. И в 82-м, и в 83-м. Извините, что говорю такие горькие слова и грустные, Но нас отправляли в 81-м году. И в начале 82-го говорили, что за 81-й один год в Афганистане погибло 72 борта, вертолеты. 72, посчитайте с экипажами. От 3-х, 4 человека. Значит, никто не вел учет, сколько погибло вертолетчиков, сколько там погибло, и сколько их они спасли, и сколько они уничтожены ими, значит, на БШУ, и врагов так как бы. Ну вот, поэтому эта песня, конечно, написана Висбором, конечно, про горы. И я говорил уже, что первое время как-то мелодии делать некогда. А есть такие песни у таких замечательных наших авторов, Городнинский, Висбор еще, которые не надо, в принципе, еще переделывать. Вот их, ну, чуть-чуть только про Афганистан. А может, только слова поменять. Ну вот такая песня, в 82-м году написана На смерть погибших вертолетчиков, друзья. Просто те песни, которые в Афганистане записывал, которые расходились. Ну вот и поменьки за нашим столом. А знаешь, дружище, давай о другом. Опять про полеты, баграм и кишин. Не хочется что-то. Давай помолчим. Ну, что там с погодой? Нормально, пока. Наутро к панширу Уходим в борта Пропеллеров свист И команда на взлет Ну, что ты глядишь там? Картинки гляжу А что ты там шепчешь? Я песню твержу Ту самую песню Какую же еще Ту самую песню Про слезы со щек Так как же нам быть? Проклинать ли фаншир И весь этот дикий Неласковый мир Без сердца прижало Кинжалом к скале Так выпьем, пожалуй Пожалуй, налей А вот первая песня Я ее тоже пел Просто повторю Потому что Всем вертолетчикам А в первую очередь Нашей фазобатской героической И живым ушедшим Она посвящается Первая колонна Здесь вам неравнена Здесь климат иной Здесь горы вершины И солнечный зной И медленно под серпантину Колона ползет Опять засада А ну держись Дешевле копейки Стоит жизнь И только случай решает Кому повезет Опять засада А ну держись Дешевле копейки Стоит жизнь И только случай решает Кому повезет Броня Баттайра Раскалена Им недолгая жизнь дана До первой мины, до первой РПГ А ты не машина, ты человек Глядит в четырнадцатый век Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ А ты не машина, ты человек Глядит в четырнадцатый век Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ Прожит под пулями броня Пытается смерть достать тебя Ты ей ни раз, ни два в глаза глядел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром и мой душман И землю пробили десятки огненных стрел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром и мой душман И землю пробили десятки огненных стрел Знакомый рокот в уши бьет Над нами боевой вертолет А ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет Пускай ты летчик, а не бог Но больше бога ты сделать смог Спасибо, дружище, за нами не пропадет Пускай ты летчик, а не бог Но больше бога ты сделать смог Спасибо, дружище, за нами не пропадет Мы тоже выручим не раз тебя Как ты сегодня нас И выпьем не раз за дружеским столом С тобой за тех, кто не дожил Кто не допел, не долюбил И никогда не забудем мы о ком С тобой за тех, кто не дожил Кто не допел, не долюбил И никогда не забудем мы о ком Здесь на войне, как на войне Здесь дружба ценится вдвойне И потому за дружбу второй стакан За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой И даже черт с ним, за этот Афганистан За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой И даже черт с ним, за этот Афганистан Спасибо Эта песня Позднее была написана Не на войне А Между войнами Я три раза был, три залета в Афганистан Вот где-то, не помню когда Не то восьмом, не то восьмом, восьмом Но опять про вертолетчиков Ну, можно назвать Да, без названий, но пожелание Другу вертолетчику На минуту закрою глаза На минуту пробуду дела Вновь посадочная полоса Под капот вертолета легла Уходя в неизвестность и дым Мы не будем прощаться с тобою Постарайся вернуться живым Из жестокого самого воя Постарайся вернуться живым Из жестокого самого воя Ты, конечно, не бог и не черт Нигде никам, ни к шелкам непривычный Ты обычный военный пилот Работяга войны необычный Как бы горе не горбило плеч Лишь упрямо матрёв поднёшь головою Постарайся надежду сберечь Даже если беда за бедою Постарайся надежду сберечь Даже если беда за бедою Все дороги приводят домой Но по-прежнему будет казаться Что ещё не закончился бой И с врагом предстоит рассчитаться Ты вернёшься и в жизни иной Окружённый теплом и любовью Постарайся остаться с собой Не меняясь угоду злословью Постарайся остаться с собой Не меняясь угоду злословью Заблестят на груди орденам Руки женские вылечат душу И останется эта война Где-то там за хребтом гендукуша И останется память жива Что дороже любого богатства И великая степень родства Боевое военное братство И великая степень родства Боевое военное братство На минуту закрою глаза На минуту забуду дела Вновь посадочная полоса Под капот вертолёта легла Уходя в неизвестность седым Мы не будем прощаться с тобою Постарайся вернуться живым Из жестокого самого боя Постарайся вернуться живым Из жестокого самого боя Я прошу на эту сцену Товарищ майор Поднимись, пожалуйста Ну сюда, поднимитесь Поднимись Можно вас спросить? Полковник Ажукова Вы все знаете его, да? Ну, да Ну, знаю все Давно ещё Ещё по песням Витька Верстакова Здравствуйте, уважаемые поклонники Нашего знаменитого певца Я отниму у вас немножко времени Вот, хочу напомнить Что сегодня знаменательный день В 50-м году Распоряжением маршала Василевска Были сформированы первые подразделения Войск специального назначения Так что у нас сегодня У нас сегодня праздник Вот Поздравим наших ребят Это те подразделения Которые в 79-м году 29 декабря Штормовали известный дворец Вот Кодовое название было Дуб его И операция называлась Шторм-333 К сожалению, не всегда Вот в нынешнее время Удаётся отметить достойно Наших героев Но Подвижки есть Вот Совершенно новая медаль Медаль посвящённая Доблестным нашим бойцам Специального назначения И сегодня По просьбе Этих бойцов Я с удовольствием Вручаю эту медаль Человеку Достойному герою Той афганской войны Спавших не одну жизнь Не только спецназовцев И как Игорь говорил И пехота И десантники Давайте Александру С вашего разрешения Вручим эту медаль Спасибо Спасибо большое Как напоминание тебе Спасибо большое Спасибо большое Очень приятно Не ожидал такой встречи Конечно Ну Игорь уже говорил Мы с ним не виделись 32 года Расстались в сентябре 83-го года В 83-м году Расстались мы с ним Много А он не изменился И он тоже не изменился У меня борода было побольше Рожи пошире А Саня такой же остался Что-то может Странное дело Узнали сразу Оба Ну конечно мне Оля тут давно уже Пыталась организовать Эту встречу Но сейчас Благодаря ей И Коля Комиссарова Мы наконец-то встретили Комиссар Комиссар Который вы знаете С Криво-нарсянского каскада Честь Первого Скоро мы Первого января 83-го года Командир Аскадрили Прямо из-за стола Нас вытащил С моего дня рождения И полетели Нужно было отвезти бойца В Кундуз Трехсотый Нужно срочно было отвезти Вот мы Первого января Прямо из-за стола Самые трезвые были Отвезли в Кундуз Когда они уже вернулись Они проснулись Вы где? Мы уже в Кундузе побывали Так что Работы было много Мне очень большой благодарностью Пожелаем майору ВВС Заслуженному Орденоносцу Нет Он уходит Он возвращается в Россию Сюда Спасибо большое Да-да-да-да Сюда А нам люди нужны Опытные, грамотные Воздушные бойцы Судьба забросила Что ж я Всегда А сейчас хочу домой В Россию Домой Спасибо большое вам А вот новогоднюю ночь Увальца 4-го года войны Ну я Они вернулись Когда Коля комиссаристом летал Сашку повезли срочно Нужна была операция Трехсотый Раненый Человек Они были выпишены Не так как мы все остальные Там же не было Такого экстренного А он полетел Как самый трезвый Собоп И комиссар с ним Доставили Погода была отвратительная На Новый год С 82-го На 93-е Вообще Летели низко Туман Черт что Но долетели Доставили Человек Стался жив А им Им предлагали Там в фундузе В полку Вот там же Весь полк стоит А они Не полетим Обратно Но мы уже С Юрой и с Васей Мы уже Уползли Уехали После ночи Но тем не менее Песня получилась Вот это называется С 84-го года войны Вся эскадрилья гуляла Вот за исключением Тех кто спасал Человека Срочно Не слышен Небесо Кружится Снег над крышей Затянут в облаках Полночный небосвод Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его напев Уходит старый год Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его напев Уходит старый год Что было в том году Дороги До дороги Да скрежет на зубах Горячего песка Да новые друзья Да старые тревоги До мины под ногой До пули поиска Да новые друзья До старые тревоги До мины под ногой До пули поиска С гвоздя гитару снял Усталый вертолётчик Настроил в унисон С аккордами души И добрый старый вальс Среди афганской ночи И мысли, и сердца И звёзды закружил И добрый старый вальс Среди афганской ночи И мысли, и сердца И звёзды закружил Плывёт, качаясь, вальс Над древними горами Не слушая войны Не ведая границ Мы грезим наяву Любимыми глазами Пожатьем нежных рук И шорохом ресниц Пусть голос твой охрип Но нету звукок фальши Кончающийся год Не зарастёт пыльём Играй, пилот, играй О том, что будет дальше А мы тебе сейчас Тихонько подпоём Играй, пилот, играй О том, что будет дальше А мы тебе сейчас Тихонько подпоём Ночь коротка Спят облака И лежит у меня на погоне Незнакомая ваша рука После тревог Спит городок Я услышал мелодии вальса И сюда заглянул на часок Хоть я с вами совсем незнаком И далёко отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале пустом Мы танцуем вдвоём Так скажите хоть слово Сам не знаю о чём Не слышен, не весом Кружится снег над крышей Затянут в облаках Полночный небосвод Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его напев Приходит нервный год Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под него, под мотив Приходит новый год Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, сейчас тут я запутался немножко Да, ну и эта песня Тоже она была написана В новогоднюю ночь практически В 83-м, 82-м, 83-й год К сожалению, не дождались мы Ни Капитонович, ни нашего Замечательного комиссара А естественно, и мы всё выпили И тут не досталось Потому что Так просто, чтобы Обстановка тяжественная Однажды мы приехали На Майдан туда В эскадрилью И обратили внимание Нас повели в столовую Ну как всегда там друзья Ну свиньи-то у них жили там Вон свинина была какая-то Овчарки тоже А вот шоколада не было ни хрена Которая положена Никаких там Которая положена там Как всем летчикам и вертолетчикам В первую И не было положено 300 боевых вылетов И 10 суток профилактории в России Никто там Они перехаживали по много раз Мы решили, что это несправедливо Поехали на базар У себя дома Закупили два мешка абрикосов Ну какие-то витамины Привозим два мешка абрикосов Помнишь? Да-да Ой, да, ребята Там обратим Вадим, Балабанов Ой, здорово, как витамины Ну мы радостно оставили Приезжаем дня через два Как абрикосы Всё нормально, говорит Игорь Всё нормально, пошли покажем Стоит две такие фляги армейские Столитровые, да? Там что-то розовое пенится Я говорю, чего это? А попробуй Витамины, ну да Что сделали? Абрикосы замутили Брагу вместо сахара Карамели накупили В военторге тоже там полмешка И ждут Когда она забродит Ну в обычных условиях Там надо неделю, может быть Десять дней, да? Для переработки продукт готов Его же надо крутить Вертеть там где-то Ну а тут стоит, просто стоит Неделю, нет Это и мы через неделю приехали Посмотреть, что там А запенилось уже там Попробовали Сладко-сладко Нормально А чтобы получился Конечный продукт Что можно было в аппарат Ну знаете Как, зачем? Вот, да Вот именно зачем Вот через неделю Приезжаем через неделю По делам Побоем уточнить Чего-то такое БШУ Вадим тогда Бурага Пошли, говорит Попробуешь Подходим Половина Все, говорит Пробовали Подходили Еще один неделю Приезжаем Ничего Одно сусло на дне Подходил Эскадрилья пробовала Готова, не готова Ну Потом мы, значит Думаем Ну что Витамины Правильно Все Чего там Абрикосы Карамелями Сами изготовили Потом Вон Коля Свидетель Антинаучно было И антивоспитательно Подносить К нашим солдатам Ой, да Браги Перегнали Таки Перегнали И позвали Вертолетчиков 10 литров Ну и 10 литров Кончилось Часа за два Солдаты Разобиделись Потому что Думали Что им достанется Не досталось Потом Им вернули У тех же вертолечек Ребят Пер солдатами Как бы Вот мы Обещали Они перегоняли Честно Эту брагу Не пили Эту брагу Они там Ждали Когда самогон Перегнали А здесь Они нам Еще выбросили Козу Или козла Кого там Выбросили Архары Да хрен его знает Ну святое дело Мы И туда Ходил Солдаты Ходили обиженные Ну тогда Мы ребята Выручайте Опять в эскадриле Ребята Нет не прав Сейчас взлетели Минут на 15 Накачали Там же Технология была Отработана Помнишь там Против Красивно Против Обледенительной Жидкости Килограмм Солдатам отдали Пить Пить только По разрешению 50 грамм Спирт Уладили этот Конфликт Значит А вот эта песня Восьмидесят Я не знал Что кто-то погибнет И не думал И не хотел Я вот летал Когда И на Миши И на 24 Я точно знал Что не погибну Никуда Нигде Из пулемета Стрелял На БШУ Вот уверенность Такая была Вот когда Снялись Потом Возвращались Домой Летчики Ехали через Москву Рассказывали Ну вот песня Такая Вот опять Летим мы На задание Режет небо Кромкие Лопастей А внизу Земля Афганистания Разлеглась К квадратиках Полей А внизу Земля Афганистания Разлеглась К квадратиках Полей Афганистания Но не верь В спокойствие Ты вечное Вот уже К тебе Под облакам Тянутся Прерывистые Встречные Огненные Трассы Башекам Тянутся Прерывистые Встречные Огненные Трассы Башекам И кому Судьба Какая Выпадет Предсказать Заранее Не берись Нам не всем Ракеты Алой Высветят Право На посадку И на жизнь Нам не всем Ракеты Алой Высветят Право На посадку И на жизнь Ни к чему Гаданья И пророчества И о прошлом Тоже Не жалей Не спастись Порой От одиночества Даже В окружении Друзей Не спастись Порой От одиночества Даже В окружении Друзей Но Опять Летим Мы На задание Режут Небо Кромки Лопастей И Опять Страна Афганистане Разлеглась В квадратиках Полей И Опять Страна Афганистане Я Разлеглась В квадратиках Полей Вот Песня Была задумана давно Тут Единственное Вам Представил Это В общем Из-за чего Сэрбор В Афганистане Да в общем-то На всем Востоке И Сирии Когда там Говорят Мне сейчас Американцы Американцы Нет Злейший Враг Не Америка Те просто Самодовольные Идиоты Брясающие Оружием Злейший Враг России Всегда Во все Века Была Великобритания Англия Всегда Это ее интерес На Востоке И в Сирии И в Афганистане Всегда Это ее стараниями Линия Дюранда Или Дюранда Проведена А у них Не получилось Из Афганистана Сделать Ни Пуштунистан Не получилось Сделать У них Индокитай Присоединить Все в одно Какое-то государство Две попытки Две битвы Одна прямая Ваня И выкинули Английский Экспедиционный 30-тысячный корпус Никого не осталось Из Афганистана И сейчас Ну кто помнит Историю Знаете Вот 84-й год Афридии И Шинваре Три месяца Воевали с Пакистаном Кочевые племена Пуштунов Это горные Пуштуны Которые никому Никогда Не подчинялись И чтобы Как-то утвердить В Индокитае Это американцы Понятно Вестиндийская Компания И все вот это Чехарда Индокитая В Афганистане Не получилось Они непокорные Вообще Ребята Афганистан И Сломить их Оружие Им нельзя Никак Да и весь Восток Такой же Воевать И торговать Они умеют Лучше Донесоваться Поэтому англичане Решили больше Там не рисковать Вот так На глаз Мортимир Дюран Премьер-министр Великобритании Провел линию Она называлась Линия Дюранда Никто ее не признает Ни Афганистан Ни Пакистан Пакистан образовался Благодаря этой линии Дюранда Это граница Вот такая Между Пакистаном Индией Афганистаном Значит Китай вообще Никогда там Плевать на них На всех хотел Вот За линией Дюранда И проходила Вся За линией Не за линию Да Сдалась ли она Но Происходила Вся компания Афганская Так что вот Просто я объяснил Что такое линия Дюранда Такое название Экзотическое И в общем-то Я сам-то Неинтересно было Где такая линия Там проходит Вот недавно Совсем Думаю Отчего мне Понравилось название Прочитал буквально Два года назад Сам только Не за линия За линией Дюранда Не утихает гром Там ни свинца Ни жизни Ни жалея Гремит Война Афганская В горах И в громе Том Заря Встает Кроваво Пламенея За линией Дюранда Кончается Судьба И снова Начинается С Кабула Там Соль На наших Спинах И пепел На губах И солнце Обжигающие Скулы А ты Не торопись У дела Плакать Мой Читая Между строчками В газете Ищи Меня Ищи По почте Полевой И верь Что я Живу Еще На свете А ты Меня Ищи По почте Полевой И верь Что я Живу Еще На свете За линией Дюранда И другие Враги Смешались Беспощадной Этой Драке Ревут Бронемашины Крохочут Сапоги И сердце Бьется Ритмами Атаки За линией Дюранда Мы старше На сто лет Здесь Волосы Седые Не в новинку На тропах Караванных Мы оставляем След Солдатского Рифленого Ботинка На тропах Караванных Мы оставляем След Солдатского Рифленого Ботинка Мы Сами Разберем Кто Друг Кто Трус А кто Герой Кто Прав И кто Не Прав А кто В ответе А ты Меня Ищи По почте Полевой И Верь Что Я Живу Еще На свете А ты Меня Ищи По почте Полевой И Верь Что Я Живу Еще На свете Ладно Да я Знаю Листочку Летел Ладно Бог Сним Она Принципе Кончается Ладно Вспомнил За линией Дюранда Все проще И мудрее Здесь За чины Не выторгуешь Славу И Братство По оружию Религии Своей Мы Выбираем Здесь Не по Уставу За линией Дюранда Для смерти Нет Преград Но Ты Не Верь Но Ты Меня Послушай Со Мною Локоть Друга И Верная Автомат И Я Не Пропаду За Гендукушем Со Мною Локоть Друга Верная Автомат И Я Не Пропаду За Гендукушем И Ты Не Торопись У Дела Плакать Мой Читаю Между Срочками В Газете И Ищи Меня Ищи По Почте Полевой И Верь Что Я Живу Еще На Свете И Ищи Меня Ищи По Почте Полевой И Знай Что Я Живу Еще На Свете Спасибо Значит Эта песня Неизвестно Кем Написанная И Вначале Она Была Написана Как Бы По Подстрочнику Ну Не Подстрочнику По Рыбе Перевод Кто-то Сделал Киплинга Потом Все Писали Переводили Киплинг Надо Сказать Поэт Замечательный Я Обожаю Люблю За Что Объявлен Был Фашистом Где-то Году В 87 Потому Что Любил Киплинга И Секретарь ВЛКСМ Мироненко Сказал Что Морозов Фашист Киплинг Певец Колониальных Походов Он Не Певец Колониальных Походов Он Описывал Честно То Что Видел И Говорил Он О Душах О Людях И Соответственно Все Факты Исторические У него Это Верно Но Надо Сказать Что Николай Гумилев Который Тоже Очень Люблю И Трагическую Судьбу Его Понимаю Прекрасно Он Не Предал Своих Товарищей По Белому Движению И Сам Не Участвовал И Тем Не Менее Чекисты Его Расстреляли Как Белогвардейская Участие Белогвардейского Заговора Но Гумилева Вы Значит Эта Песня Вольный Перевод Кого-то Когда-то Ее Писал И Переделал Агроном Агроном Я ее Услышал В институте На практике В Ленинграде На танковом Ремонтном Заводе Кто-то И студент И спел Ну вот Я спою Так Как ее Слышал Вариант Много И Мне кажется Что Без Разницы Вот Тут По Африке По Азии По Сирии По Польше Какая Разница Суть Один Нет На войне У солдата Ни отдыха Ни отпуск День и ночь День и ночь Мы идем По Африке День и ночь День и ночь Все по той же Африке И только пыль Пыль От шагающих Сапог Отдыха Нет На войне Солдату День и ночь День и ночь Без привалов И воды День и ночь День и ночь Отовсюду Жди беды И только пыль Пыль От шагающих Сапог Отдыха Нет На войне Солдату Счет Счет В патронтаж И счет Веди Кто может Знать Что-то Ждет Нас Впереди Только пыль Пыль От шагающих Сапог Отдыха Нет На войне Солдату Друг мой Я был в аду Я провел Там много дней Верь мне Там нет Ни жаровин Ни чертей Там только пыль Пыль От шагающих Сапог Отдыха Нет На войне Солдату Друг мой Меня домой Можешь ты Уже не ждать Я здесь Успел забыть Как зовут Родную мать Здесь только смерть За каждого угла Мы в нее верим Теперь как в Бога День и ночь День и ночь Мы идем по Африке День и ночь День и ночь Уже по той же Африке И только пыль Пыль От шагающих Сапог Отдыха Нет На войне Солдату Нет Так А кто мне подскажет Там у нас перерыв Ольга Алексеевна Еще 10 минут Ладно Жесткий график Выдерживаем Текст кончился Я же не Путин У меня же тут Толмы такие Вопросы и ответы Нет Экспромтом Ладно Не буду больше Извините Вань прости Вот заслуженный человек Сидит Вань по кличке Якутск Командир подразделения В Афганистане десантник Теперь он вернулся Только оттуда Он всегда Уходит туда Где горит огонь И возвращается оттуда огонь Вот тушит пожаров Много лет Прыгает с парашютом В самое пекло В Америке зовут таких МЧС Ну у них не МЧС Идущий в дым Вот Прыгающий в дым Вот он сидит Попрощайте Его заслуженный Да Заслуженный человек В лицо его многие знают Он редко появляется Только когда Из командировок Вырывает сюда В Москву Там Да Вот Братцы Перекур Братцы 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 Субтитры создавал DimaTorzok